Вот мы и добрались до следующего нашего объекта, можно сказать, основной цели нашего путешествия в Мурманскую область В окрестность самого города Мурманск, столица Заполярья И здесь находится некогда секретная часть Сейчас, кстати, она тоже живая и считается на консервации, сам объект считается на консервации И вот такие грибочки растут в ангарах иногда, кто-то есть внутри объекта Представьте себе, какой труд сделать эти выработки в аскальной породе в условиях севера А вот это тюки с маскировочной сеткой Помещение это было за гермодверью, причем штурвал гермодверья вращается Сохранился термометр и он до сих пор исправен и показывает 0 градусов А вот и сам ствол И обратите внимание, как красиво здесь сияет гений на стенах Всем привет, дорогие зрители! С вами канал обо всем подземном и заброшенном Андерволд И его ведущий Степа Волф И сейчас мы отправимся в, пожалуй, самый необычный объект из того, что мне довелось увидеть А что же там за периметром? Оставайтесь на канале, будет очень интересно! Первое, что мы строим на территории Обветшалой заброшенный ангар По всей вероятности, это строилось именно как маска сооружения для основного объекта Потому что скрыть наличие здесь какой-то инфраструктуры в горе Ну, достаточно сложно Такое уже изрядно обвалившееся подветшалое здание Все стены были укрыты шифером И вот такие грибочки растут в ангарах иногда Глубина здесь весьма внушительная Из того, что видно глазу, насчитал 7 этажей Внизу там затоплено, но надо сказать, что похоже там уже дно То есть там небольшая лужа просто Во время строительства основного блока объекта Вход, который нам предстояло найти на территории В этом стволе находился строительный лифт А по окончании строительства в нем должны были разместить лифт для персонала Мы приближались к подножию сопки, у которой располагался вход в объект И первое, что указывало на нахождение здесь крупного подземного сооружения Были представшие перед нами массивные оголовки вентиляционных шахт И вот он главный автомобильный въезд в объект Выглядит все невероятно масштабно Я сейчас нахожусь, но чувствую себя на уровне, не знаю, там 10 этажа И металлоконструкции, сам этот металлопрофиль, он издает звуки, как будто бы там кто-то есть внутри объекта Возле главного въезда расположены бочки для хранения горюче-спазочных материалов Но очень большой емкости, наверное, здесь они примерно равны объему четырех железнодорожных цистерн Может быть даже чуть больше Здесь когда-то находилась трансформаторная или же дизель-генераторы Во всяком случае запах солярки резко бьет в нос даже возле дверей Насколько же масштабный объект Представьте себе, какой труд сделать эти выработки в аскальной породе в условиях севера Вот он, главный автомобильный въезд в объект Сюда вполне можно было заехать на любом грузовике по габаритам Внутри вся конструкция обделана металлоизолом для осуществления гидроизоляции вот этого портала автомобильного въезда Длина автомобильного въезда составляет сотни метров И панель просто не в состоянии просветить на всю длину Вот эту выработку, этот въезд внутрь сооружения Хочется поблагодарить коллег с Дзен-канала Дальневосточный Дестрой За помощь в подготовке материала для этого видео И, в частности, в создании схем объектов У них вы сможете найти рассказы об очень многих интересных заброшенных и не совсем заброшенных местах Ссылка на Дзен-канал будет, как обычно, в описании под этим видео Освещение здесь осуществлялось обычными уличными лампами Вот одна из них сохранилась Пока по стенам больше не видно таких светильников Но объект был недостроенный То есть он имел достаточно высокую степень готовности Но не был пущен в эксплуатацию По дороге попадается выработка, похожая на аналогичные, которые мы видели в шахтах И здесь какие-то таблички с обозначениями уже, к сожалению, не читаемыми Кстати, интересно, что при входе на объект полностью рабочий щиток Причем, похоже, новый Автомат советский Автомат советский Автомат советский Но по состоянию ты что, не видишь, что смонтировано это вот прям недавно совсем? Причем 380-вольтовый автомат Ну, так лампочки-то эти освещения на 380, насколько я помню, которые наверху Не, считай, он реально новый, он новый не технический, а новый, вот он прям весь свеженький Ну, контакта ни одного окислившегося нет, рожавчины нигде нет Да На него вода Объект имеет очень внушительные размеры Как я сказал, он был остановлен на финальной стадии строительства Здесь несколько блоков, горизонтальных блоков, находящихся друг над другом К сожалению, информации об истории этого места найти практически не удалось Строить его начали, предположительно, в 1970-х годах А заморозили строительство в начале 1990-х Как водится из-за нехватки финансирования Точных сведений о назначении объекта тоже обнаружить не получилось Есть различные предположения о том, что здесь должны были разместить ЗКП для высших командных чинов Версии существуют разные, от ЗКП Северного флота до Генштаба СССР Если кто-нибудь из зрителей обладает более достоверной информацией об этой грандиозной стройке Добро пожаловать в комментарий, будет очень интересно почитать Внутри объекта, уже в продолжении этого автомобильного уезда, как бы выработки Сделаны бетонные секции, в которых должны были располагаться помещения для персонала Все они имеют примерно похожую конфигурацию Видно, что очень мощный толстый бетон Вот здесь интересно, например, комната отделана металлоизолом для гидроизоляции В отличие от других комнат И практически везде на стенах можно видеть различные цифры, расчеты, записи, оставленные рабочими Но вот здесь, например, надпись Не делай монтаж полосы Не разваривай у стоек уголки Технические какие-то обозначения И опять можно видеть цифры, цифры, цифры Здесь вот множество даже какие-то схемы нарисованы Панель надо P53 подать 60 мм по ходу То есть монтёры, которые строили этот объект Вот так вот оставляли себе заметки Делали какие-то расчеты Везде здесь присутствуют сосульки И такое впечатление, что объект вообще не прогревается То есть лёд здесь просто вообще не тает Здесь постоянно температура не превышает нулевых отметок Сами эти блоки, комнаты, ответвления Они имеют достаточно небольшой размер И что приятно, нигде не встречаются граффити Различные надписи В одно из помещений вела дверь из решётки И сейчас посмотрим, что здесь находилось Для чего решили отгородить это помещение Здесь явно были какие-то пиломатериалы Работали с деревом Возможно, здесь был склад какого-то оборудования Которое монтировали, которое подвозили И поэтому дверь закрывалась А вот это тюки с маскировочной сеткой Вероятно, вход во время работ Сам вот этот въезд Над ним натягивалась сетка Для того, чтобы с воздуха сложнее было определить Что здесь ведутся какие-то горные работы Вот это вот какие-то металлические блоки Которые монтировались Видимо, закрывали кабель канала Вот здесь явно был смонтирован бетонный постамент Под дизель-генераторы Скорее всего То есть здесь находились Планировалось размещение объектов Жизнеобеспечения этого командного пункта Здесь можно видеть шахтерские самоспасы Которые рабочие обязательно должны были использовать При проведении горных работ При проведении взрывных работ Вот так вот они разбросаны на полу В одном из помещений даже сохранился станок И обратите внимание, как красиво здесь сияет иней на стенах Переливается в свете фонаря И вот читаем надписи на табличках на этом аппарате Тут написано штуцер для подсоединения Нечитаемое слово дальше влажности Воздух на регенерацию Фильтр на входе Продувать через каждые 2-3 часа работы блока Закрытие вентиля 10 на 8-10 секунд А вот здесь находилось небольшое помещение Внутрь уходило 2 отверстия в полу И помещение это было за гермодверью Причем штурвал гермодверья вращается И что интересно, на первом этаже сохранился термометр И он до сих пор исправен и показывает 0 градусов Здесь же еще в одном помещении был залит бетонный постамент Под генераторы или под воздушные фильтры В общем, очевидно, что первый этаж предназначался под технические помещения Которые должны были обеспечивать функционирование этого объекта А я сейчас отправляюсь наверх на следующий уровень На следующий блок Как я понимаю, во второй запасной лестнице Просто не было еще наварено вот эта вот арматура Которая выполняет функции ступеней И вот он, выход на второй этаж Здесь аналогичная структура На втором этаже вот этот участок, ведущий ко входу Он тоже как бы должен был продолжаться То есть сам этот въезд тоже должен был использоваться в качестве блока Но здесь не заливали еще бетон Здесь только наварена арматура Сам объект представляет из себя четырехэтажную конструкцию То есть вот здесь в скале вырублена порода Под размещение прямоугольника высотой в четыре этажа В котором уже делались помещения под различные нужды, под различные службы Вот здесь вот осталась табличка Трансформатор тип ТСЗИ Интересно, год Самый интересный год выпуска понять Возможно, 75-й год Хотя это не точно Здесь интересно, в некоторых комнатах из пола торчат такие скобы Сложно пока тоже предположить, для чего это было сделано Возможно, здесь потом должны были заливать пол бетоном И это было сделано для того, чтобы усилить, как бы Чтобы это служило как бы арматурой Да, скорее всего, в итоге это должно было бы выглядеть именно так Уровень пола здесь должен быть выше на полметра минимум А эта арматура просто должна была усиливать бетон Когда здесь заливали пол бетоном Вот еще блок уже с залитым полом Внутри этого бетонного основания шли кабель-каналы То есть пол, скорее всего, впоследствии должен был везде Или почти везде быть залит бетоном И внутри него проложен кабель-канал Вот еще достаточно интересная комната В которой присутствует гермолюк Тут уже весь механизм заржавел Даже сам гермолюк с трудом Можно свернуть на петлях Но что самое интересное, закрывался он именно изнутри Поднимаемся на третий ярус На этаж выше Сохранилось множество гермодверей Вот это вот везет, например, в тот самый вентиляционный ствол Который мы тогда видели сверху Скорее всего, это этот вентиляционный ствол А так конструктивно третий этаж во многом идентичен второму Кажется, даже большинство комнат повторяют планировку второго этажа Все лестничные пролеты, кстати, закрывались на гермодвере То есть можно себе представить, насколько высока была степень защищенности этого объекта Ну а в целом, да, в целом практически все этажи повторяют планировку Планировка практически на всех этажах идентична Вот здесь вот, например, должен был быть электрический щит Который использовался для монтажных работ Возможно, на чистовую Все электроснабжение объекта потом должно было переделываться И вот подъем на четвертый этаж Все по-военному сурово Здесь часть секции просто закрыта металлоизолом Никаких излишеств, как говорится Выход тоже закрывался гермодверью И вот она, верхняя секция Четвертый этаж Сразу видим гермолюк рядом с лестницей Похоже, здесь просто он предназначался для обслуживания кабелей Здесь вот видим гильзы под кабели Интересно, что в верхней секции потолки уже имеют полукруглую форму Что, очевидно, тоже призвано было уменьшить силы ударной волны Обратите внимание, как интересно здесь должен был быть проложен кабель То есть вот здесь вот тут гильзы под кабель И выходили они в техническом помещении За непосредственно помещением, где должны были находиться какие-то службы Было техническое помещение под кабели А вот на четвертом этаже и подход к стволу, который мы видели, очевидно А вот и сам тот ствол, который мы видели сверху Он не имеет непосредственного соединения с объектом Вот его реальная высота этого ствола Интересно, что весь четвертый этаж сделан из стальных конструкций И даже сложно сейчас сказать, есть ли там внутри бетон Похоже, что там просто полной конструкции И верхняя часть сделана в виде полукруглого купола Что явно предназначено для того, чтобы гасить энергию взрыва В случае попадания сюда бомбы, попадания снаряда Ну, поделите своими впечатлениями, девушка Все шикарно, только холодно Как вам объект? Все шикарно, только холодно Да, это же север У них неправильное лето Это фишка севера У них просто неправильное лето Начинаем Убережился Последние